Именно Кубок России это тот турнир, который провинциальные города приносят в праздник футбола. Именно такой сегодня здесь в Ульяновске. В четверть финале данного турнира наша Ульяновская Волга тримет в сильнейший клуб в Восточной Европе, Питерский Зинец. Кто победит сегодня? Ничья будет победа нашей команды и дружбы. Ничья будет финансы и кто-то должен выиграть. Рассмотрим, что будет вершить поле. Друзья мои, наша поддержка. Как тебе, кстати, состояние поля на первый взгляд? Состояние поля отличное, я думаю, игрокам понравится. Вратарей обеих команд вышли на разминку. Ворота Зенита сегодня защищает Михаил Кирняков, который в сезоне 2008 играл за Ульяновскую Волгу. А вот и полевые игроки нашей команды. Ну а теперь мы увидим Зенит. Вот Дугал Сантос, Матео Касьера, все здесь. Ажиотаж просто в воздухе висит, просто в воздухе. Вот эти славные ребятки из Санкт-Петербурга, которые совсем скоро, возможно, даже переключат местную публику. Болельщики Зенита! Зенит, вопреки всем ожиданиям, неактимистично привез основной состав. Только посмотрите, какая красота! Переколванные трибуны труда. Здравствуйте, а вы сегодня что делаете на матче? Здравствуйте, меня зовут Чешкова, я не я, я мисс студенчества России 2022. И сегодня я вручаю кубок лучшему игроку матча Волга-Зенит. Это же по-любому будет ульяновский игрок. Это Волга, да, это будет ульяновский игрок. И кто, на ваш взгляд, сегодня одержит победу? Я болею вообще за красивую игру, поэтому пусть победит сильнейший. Уважаемые любители футбола, сегодня для нас, для ульяновских, очень знаковое событие. Никогда еще в футбольных футболах не поднимался на четверг финала «Пуфка». Волга! 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 Добрый день, уважаемые любители футбола! Нужен удар, пока до удара дело не доходит. Но Фендл с мячом, мягенькая передача в штрафную площадь! И забивает как раз, по-моему, Бакаев и забил. Да, Зелимхан Бакаев и сейчас его поздравляет. 33-я минута, пропускаем 0-1. Только забил Зелимхан Бакаев, и сейчас был еще один опасный момент. Георгий Черданцем все время импульсирует, наверное, что... Первый танк завершен. Летим 0-1, но ничего, надеемся на вторую половину. Роман Широков с нами. Как вам, Роман, на первый взгляд, конкурентоспособность наших ребят против гораздо более именитого соперника? Ну, вы видите, в первом тайме достоинство сопротивления оказывает. Прикидным каким-то прогнозом, счет пока 1-0. Пусть и проигрывают, но все равно создают неплохую конкурентоспособность в игре. Насчет поля очень много шумихи было. Как вот вам на первый взгляд? По мне, отличное поле для этого времени года. Если вы съедите сейчас в Турцию на сборы, вряд ли вы увидите лучше. Как это ожидалось, что Ленит будет доминировать, владеть инициативой. Но я на самом деле надеялся, что у нас будет больше выходов, скажем так, в атаку. Более таких конкретных, скажем так. Пускай даже так холодно, сколько народу, значит, людям интересен футбол. Я просто хочу, чтобы на обычный матч столько же приходило народу. Еще две замены, дебют Мумо Туре. Также выходит Герман Паскин. И походной кухне, и горячий чай, и еда горячая. А это гол, и мяч в воротах, и счет становится 2-0. И похоже, что все более-менее ясно. Ах, пропустили. Все-таки пропустили второе. Жаль, конечно, жаль. Еще один легионер готовится выйти на поле в составе нашей команды. Бразилица Алифа 33-м номером. Заменит Кирилла Морозова. Он включится в игру. Козлов передача. Верхом в сторону кассира. Кассира скидка. Сергеев, удар 3-0. Устала Волга на концовку как первого, так и второго тайма. Ну и Зенит на классе доигрывает. Да, только что Иван Сергеев забил третий мяч. Наши ворота. Ну, к сожалению, все-таки класс есть класс. За счетом 3-0 победа держала команда «Зенит». Ну, сначала хочется поблагодарить хозяев за гостеприимство, болельщиков за поддержку. На протяжении всего матча атмосфера хорошая, футбольная. Понятно, что игроками, болельщикам было не так комфортно, как в теплое время года. Тем не менее, атмосфера была хорошая. Счет, который был на табло после первого тайма, был достаточно скользкий. Первые минуты второго тайма были достаточно нервные. Ну, это и понятно, и учитывая погодные условия, и статус кубкового матча. После второго мяча, конечно, нам стало спокойней, комфортней. Довели дело до победы. Ребята сегодня молодцы, старались, играли хорошо, заслуженно победили. С нами новичок «Волги» Али. Ну, расскажи, как тебе матч против одной из сильнейших команд Восточной Европы? Нормально. Это чуть-чуть тяжело, конечно. Нормально. Давай сейчас думать только о финале и вперед. Сейчас только думать победу, победу и все. Большое спасибо, удачи в сезоне. Спасибо.